Не секрет, что в курортном Сочи особенно остро проблема самовольного строительства. Многоквартирные дома возводят окна в окна и на землях, не предназначенных под строительство, нарушая при этом и строительные нормы, и нормы пожарной безопасности. Планировалось, что оптимальная, самая высокая плотность многоэтажной застройки не будет превышать 118 человек на гектар и займет не более 10% территории. По факту мы имеем разрастание высотной застройки многоэтажной и плотность, которая зашкаливает 400 человек на гектар в микрорайонах Мамайка, Светлана. По мнению экспертов, природный комплекс Сочи не рассчитан на такую массовую застройку. Для того, чтобы сочинские новостройки не пылали в пожарах и не были разрушены в результате мощных оползней, селий, необходимо вернуться в русло градостроительных норм, отмечает Козинская. Дома возводятся согласно государственным и частным экспертизам, проектной документации и результатам инженерных изысканий. Однако, чтобы проработать все нюансы проекта будущего дома, необходимо мнение и других технических специалистов. Такая практика существовала в советские времена, и правильнее было бы снова к ней вернуться либо создать новую структуру, занимающуюся мониторингом этих объектов. Каждый из семи экспертов на заседании круглого стола, организованного депутатами, внес свои предложения, как на местном уровне противостоять незаконному возведению жилья. Алексей Колотко, начальник отряда противопожарной службы, заметил проблему еще и в том, что при возведении многоэтажек застройщик не предусматривает подъездные пути. Последнее резонансное пожарно-педегорское тому подтверждение. Народные избранники говорили о том, как противостоять тому, что незаконные объекты в судах получают законный статус. Такие дома продаются по меньшей цене, а, как известно, дешевое жилье привлекает потенциальных покупателей. Следовательно, спрос на самострой остается высоким. В прошлом году администрация Сочи подала более 340 исковых заявлений в суд против самостроев. Однако из рассмотренных 286 исков первой инстанции удовлетворено менее 38% от общего числа. Депутаты городского собрания предлагают к строительству жилья в городе подходить системно. У Сочи особый статус – это курорт для всей страны. И развивать в дальнейшем Сочи как мегаполис или как курортную зону с этим необходимо определиться сейчас. Хочу обратиться от имени всех участников рабочей группы, всех общественников, которые работали вот эти месяцы вместе, сообща и от большого количества сочинцев к представителям власти, надзорных и контролирующих органов. Вы наделены властью и полномочиями. Мы просим вас, примените свою власть и полномочия по борьбе с самовольным строительством. Предложение сделать нам эксперты мы внесем на рассмотрение в комитеты городского собрания, в администрацию города и в прокуратуру для изучения и внесения предложений. Каких предложений? Может быть, где-то потребуется внесение и выйти из законодательной инициативы, внесение изменений в федеральное законодательство, в краевое законодательство, в полномочия тех или иных служб. Вот результат этой работы. Все озвученные предложения оформят как законодательные инициативы. Эти меры, как отметили депутаты городского собрания Сочи, направлены на сохранение красоты, самобытности и архитектуры города. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.